Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о мобильных версиях дашбордов. То есть после него вы научитесь делать вот такой дашборд. Хочу сразу сказать, что под видео есть ссылка, на который можно будет записаться на курсы по Power BI и с нуля дойти до дашбордов, в том числе мобильных и любых. Отлично, переходим к практике. Переходим во второй слайд, который у нас пустой. Обратите внимание, что дашборд у нас полностью идентичный, то есть образец и для записи видео. Переходим в макет для мобильных приложений и здесь располагаем срез по стране. Обратите внимание, что срезы идут и объекты идут в порядке, слева направо, то есть первый срез это будет страна. Далее будет город, менеджер и так далее. А до них идет, получается, фигура, на которой это все наложено. Переходим в макет, далее выбираем срез и располагаем его здесь. Важно понимать, что высота и ширина данной сетки, которую вы сейчас видите, ширина ее 18, а высота 20. Получается, чтобы срез занимал двойную ширину, нам необходимо задать высоту 40, а ширину 324. Именно столько получается, если взять 18 умножить на 18. Пишем размер и задаем, соответственно, высота 40 и ширина 324. Таким образом, у нас срез занимает полностью ширину. Далее нам необходимо расположить по образцу 6 карточек. Для этого мы что делаем? Мы берем первую, вторую и перетаскиваем их также на панель. Третью, четвертую и пятую. Далее нам необходимо посмотреть, в каком порядке она находится. Да, выручка всего звонков. Выручка всего звонков. Это у нас будет самый верхний. Далее смотрим. Назначена встреч, дозвонов, отправлено коммерческих, продаж. Назначена встреч, потом дозвонов, отправлено коммерческих и продаж. Далее, смотрите, нам нужно сделать так, чтобы они занимали половину до ширины, и между ними был отступ 18 пикселей, потому что в ширину ячейка именно столько. То есть мы даем им высоту трех клеток. Высота трех клеток, мы знаем, что это 60. Пишем, значит, высота 60. Мало, значит, пишем 80. Отлично. И теперь нужно от 324 отнять 18 и разделить на 2. Именно столько будет ширина. То есть 324 это полная ширина устройства. Минус 18 это 306 и разделить на 2 это будет 153. Значит, пишем ширина 153. То есть мы определили шириной и высотой. Теперь нам нужно нажать на выбор и здесь выбрать, соответственно, все карточки и задать размер сразу. То есть высота 80, а ширина у нас 153. 153. Отлично. Теперь отпозиционируем их. Здесь отступы с краю давать не нужно. Привязать к сетке тоже лучше убрать, потому что мы не будем привязываться к сетке, так как у нас отступы будут везде одинаковые. Обратите внимание, если плитка не входит в слайд, она просто заходит за края ее. Отлично. С этим справились. Переходим далее. Далее нам необходимо перенести отчет воронки продаж. То есть что здесь нам нужно? Мы также выбираем воронку продаж, переносим ее сюда. И увеличиваем. Вот так же делаем равный 20 пикселям. Так, видим, что у нас подписи категории не вмещаются. Их можно убрать, потому что, когда мы будем нажимать в мобильной версии, мы будем видеть, к какому именно показателю относится данное количество. И в заключение мы вставим отчет по городам. То есть выбираем выручку, выручка по городам и переносим ее сюда. Обратите внимание, что здесь редактировать ничего нельзя. Можно просто расставлять уже готовые дашборды, которые мы создали заранее. Уменьшаем. И тут немного подвигаем. Отлично. То есть, как вы видите, до сложного, в принципе, ничего нет. Когда мы создали отличный отчет в десктопной версии, то есть на компьютере, мы можем спокойно его перенести и в телефонную версию и, соответственно, ей пользоваться. Отлично. Если мы убираем линии сетки, то мы видим, в принципе, отчет, как его будет видеть конечный пользователь. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.